В эфире новости в студии Ольга Ильфимова. Здравствуйте! О самом важном к этому часу расскажем в нашем выпуске. На пешеходном переходе во Владимире инвалид выпал из коляски. Очевидцем стал автомобилист. Он разместил видео в соцсетях с заголовком «Неаккуратность пешеходов без различия водителей». Съемка велась на видеорегистратор инвалиду и мужчине, который его сопровождал. Попытались помочь только две женщины. При этом сам водитель и другие участники дорожного движения проигнорировали ситуацию и продолжили свой путь. Пользователи соцсетей публикуют гневные комментарии. Они считают, что автомобилист, выложивший ролик в интернет, должен был выйти из машины и помочь инвалиду. Оппоненты говорят, что в таком случае водитель нарушил бы правила дорожного движения. Редакция направила запрос в региональное управление МВД. Пресс-службе инцидент пока никак не комментирует. Энергетики провели рейд во Владимире. Они лично пояснили злостным неплательщикам, что через 20 дней в их квартирах отключат свет. В черном списке 182 жители областного центра, которые задолжали от 3 до 100 тысяч рублей. По 46 адресам энергетики устранили самовольные подключения. Нарушители смогут вернуть свет в дома только после полного погашения долга. Также им придется заплатить за повторное подключение к сетям и штраф за самоволку. Для физических лиц его размер составляет от 10 до 15 тысяч рублей. Если неплательщики не выполнят эти требования, на них подадут в суд. В Владимирской области госоходинспекция сократила численность кабанов до 500 особей. Это один из способов не допустить распространение африканской чумы свиней. В этом году очаги инфекции зарегистрировали в Александровском районе. Африканская чума была занесена из соседних регионов. В Владимирской области охотники обязаны приносить туши в ветеринарные учреждения для проведения исследований. Разносчиком основным африканской чумы является нарушение ветеринарных правил пищевых отходов. Это основной источник. Все это во всем мире признают. И, к сожалению, у нас, посмотрите, сколько несанкционерных свалок. Туда бросают и пищевые отходы, и все. Но, чтобы кабану заболеть африканской чумой, достаточно 4 единицы вируса. Если человеку для того, чтобы он заболел гриппом, нужно несколько сотен единиц вируса. То кабану достаточно 4. То есть болезнь распространяется моментально. И гриппники, и ягодники, кто-то приходит в лес, даже шкурку вот эту от сала, если бросят, это уже источник заражения. Еще одно опасное заболевание диких животных – бешенство. Чаще всего заражаются лисы и енотовидные собаки. Борьбы с бешенством в регионе закупают вакцину. Валерий Кувтин пояснил, зачастую ампулу хранят неправильно или препараты пребывают с задержкой. Поэтому более эффективным признан метод сокращения численности лис. За каждое животное выплачивают вознаграждение 1000 рублей. Деньги охотники могут получить в государственном учреждении ветеринарии. И мы единственная область в России, которая стала платить вознаграждение за добычу лисицы. Почему это было сделано? Потому что пушнина сейчас не обладает той ценностью, которая была раньше. Она сейчас не востребована никем. Ее никто не перерабатывает, ее никто не продает, никто с ней ничего не занимается. И поэтому охотникам смысла никакого нет добывать лисицу. И к другим темам. Завтра во Владимирской области запустят первый участок трассы М-12. Его протяженность чуть больше 26 километров. Дорога станет частью платного дублера южного обхода города Владимира для мотоциклистов. И водителей легковых автомобилей проезд будет стоить 104 рубля. А для грузовых – 312. Общая протяженность платной трассы М-12 по территории Владимирской области составит 220 километров. Дорогу устроят по поручению президента России. На федеральные субсидии и благодаря Фонду национального благосостояния. Продолжаем выпуск. В эти дни в разных городах страны проходит заключительный этап пятого национального чемпионата «Навыки мудрых». До финишной прямой престижных состязаний дошли представители Владимирской области. Одна из претендентов на победу – учитель физкультуры из Муромской школы. Она выступала на базе педагогического колледжа. Подробности расскажут мои коллеги. Учитель физкультуры Лариса Пиксаева готовится к выступлению. На подготовку презентации у нее не больше часа. Специалисты говорят, современный урок физкультуры – это не только бег, отжимания и приседания. Важно и знание теоретической части предмета. Он владеет такими современными, скажем так, оборудованием, как умные браслеты, планшеты. То есть показывает умение работать не только со спортивным оборудованием, но еще и с цифровым оборудованием. Первый этап любой тренировки – инструктаж. Волонтерам рассказывает план занятия. Детально разбираются все виды упражнений. Учитель физкультуры Лариса Вадимовна уверена – важен личный пример. Ребенок не допустит ошибку, если педагог покажет, как правильно выполнить упражнение. Время ограничено. У конкурсанта есть всего 12 минут, чтобы продемонстрировать фрагмент тренировки. Сделать это надо четко по каждому виду спорта. Это может быть волейбол, баскетбол и даже лыжные гонки. Участник должен быть готов ко всему. Задание определяется жеребьевкой. Показ должен быть эталонным обязательно. Нужно назвать мышечные группы, которые участвуют в том или ином упражнении. Ну и добиваться того, чтобы эти ошибки были исправлены. Обязательные условия после каждого упражнения – волонтеры замеряют пульс. Для этого у них есть специальное оборудование – фитнес-браслеты. Это нужно, чтобы понять, как дальше проводить тренировку. В презентации будет рабочий пульс, например, 120-140 в минуту. Если они укладываются, значит, мы продолжаем тренировку. Если пульс уже выше, значит, нагрузка снижается. Спортзал оборудован видеокамерами. Конкурсная комиссия пристально следит за финалистом. Помимо членов жюри, мастерство педагога оценивают и наблюдатели. Они контролируют техническую часть выступления. Малейшая погрешность – минус балл. Участника могут даже дисквалифицировать. Если участник вовремя не отрегулировал спортивное оборудование или это упражнение конкретное будет способствовать какой-то травме волонтеров, вот за это могут наложить штрафные санкции. Эксперты отмечают, участие в чемпионате – это прекрасная возможность для старшего поколения профессионалов поделиться своим опытом. Большинство из участников сами были экспертами. Теперь у них есть шанс посоревноваться с коллегами. Какой опыт и навыки они накопили и приобрели за весь свой профессиональную карьеру. И надо сказать, что этот уровень очень высокий. И ребята, которые смотрят со стороны, те же волонтеры и организаторы, они видят, что есть чему поучиться. Лариса Вадимовна с детства занималась спортивной гимнастикой, поэтому вопрос о выборе профессии даже не стоял, говорит женщина. После школы поступила в Смоленский государственный институт. Закончив вуз, пошла работать в школу. Стаж у Ларисы Вадимовны внушительный – 39 лет. По свистку вправо, влево стараться прямыми руками. Все, положили мяч. Исходное положение принять. Лариса Пиксаева с заданием справилась, провела его грамотно и уложилась во время, выделенное для проведения урока. Теперь представитель 33-го региона, как и другие финалисты в категории «Физическая культура, спорт и фитнес» с нетерпением ждет своих оценок. Игорь Липский и Андрей Беляков. Во Владимирской области прошел 20-й юбилейный слет молодых педагогов. Его участниками стали 75 представителей каждого муниципалитета. Это учителя, воспитатели и педагоги дополнительного образования, которые недавно стали работать в учебных заведениях региона. Для них организовали образовательный интенсив. На различных площадках с учителями работали опытные коллеги и наставники. Также для каждого из участников подготовили мастер-класс. Я 10 лет поработала в Роспотребнадзоре, но решила кардинально поменять свою деятельность. И сейчас я начала свою педагогическую деятельность с профессии педагог-организатор. Поэтому для меня все, что здесь будет происходить, надеюсь, будет очень актуально. Слет проводится в рамках региональной программы работы с молодыми педагогами. В 33-м регионе ее реализуют специалисты Владимирского института развития образования имени Новиковой. При этом учреждении в 2009 году была создана Ассоциация молодых педагогов региона. Проект проходит при поддержке областной организации профсоюза работников народного образования и науки. В открытии слета молодых педагогов приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти Владимирской области. От лица председателя председательного собрания Владимира Николаевича Киселева, от всего депутатского корпуса, но и от себя лично я приветствую вас на этом замечательном мероприятии. Этот слет, эта площадка как раз объединяет всех тех, кто дает образование нашим детям, нашим внукам. А это наше будущее. Очень титанический труд быть преподавателем. Я уверен, что вы это понимаете и вкладываете все то, что есть в ваших душах и в ваших сердцах, в ваших умах. Спасибо вам за это огромное. Что касается областного парламента, мы всегда тщательно прорабатываем вопрос о увеличении и выделении средств на образование. В столице региона стартовал второй сезон образовательного проекта «Университет нормотворчества». Он реализуется при поддержке законодательного собрания Владимирской области. Среди участников студенты региональных вузов. Подробности далее. Областной парламент уже не первый год проводит школу юного законотворца. Участниками проекта становятся старшеклассники. Университет нормотворчества – это следующая образовательная ступень. В аудитории студента ведущих вузов региона всего 55 человек. Участников проекта поприветствовал вице-спикер областного парламента Роман Кавинов. Он отметил, знания, которые получат студенты, обязательно пригодятся им в будущем. Будет основой проектной деятельности и основой даваться того, как вообще законы пишутся, каких элементов, как вообще процесс нормотворческий, из каких этапов, стадий состоит, как свою идею реализовать в закон будем рассказывать. То есть это и практические занятия, и теоретические будут занятия. Десять лет назад при ЗАГСобрании области появилась Молодежная дума, позже школа юного законотворца. В прошлом году депутаты решили расширить образовательную программу. Стартовал новый проект «Университет нормотворчества». Среди преподавателей – действующие депутаты областного парламента, а также педагоги ведущих вузов региона. Наши студенты непосредственно участвуют в законотворческом проекте, предлагают какие-то свои новеллы в нормативные права и акты, которые регулируют общественные отношения не только в Владимирской области, но и в Российской Федерации. Они смотрят, подходит им государственная служба или не подходит, тем самым определяют для себя еще раз, правильно ли они выбрали профессию, а в правильном направлении они движутся. Среди активных слушателей и Егор Мочилов – молодой человек учится на втором курсе юридического института Владимирского госуниверситета. До этого еще в старших классах прошел школу юного законотворца при областном парламенте. Егор уверен, именно университет нормотворчества поможет ему в выборе будущей профессии. Я точно узнаю что-то новое, попробую на практике, на теории, потому что не так долгое время, все равно мне тоже предстоит выбирать будущую мою профессию, и уже куда я пойду дальше работать, это либо какое-то предпринимательское дело, либо как раз-таки госслужащий. И я надеюсь, что вот именно этот проект подскажет мне, что госслужащие и работники – это намного лучше, чем предпринимательская деятельность. Заместитель председателя областного парламента Роман Кавинов отмечает, образовательные программы дают ощутимые результаты. Так некоторые проекты Молодежной Думы уже стали законами, подростки и студенты готовы проявлять инициативу и реализовывать масштабные проекты. Отвечая на вопрос о пользе, многие идеи, которые появились как раз в такой среде, в молодежной, они реально стали законами Владимирской области. Это запрет веселящего газа. Ограничение на нарушение шума и тишины не только в ночное, ни в дневное время с использованием звуковоспроизводящего оборудования. То есть много на самом деле очень таких интересных инициатив, которые в итоге стали законами. В течение полугода студенты будут изучать все тонкости законотворческого процесса. Каждый сможет узнать, в чем состоит работа народного избранника и какие знания необходимы для подготовки юридически грамотных документов. В финале студента предстоит защита собственных проектов. Ирина Начарова, Игорь Липский и Дмитрий Шаталов. В областной филармонии состоялась торжественная церемония закрытия 10-го всероссийского конкурса «Романса». Заявки на участие в конкурсе подали более 200 исполнителей. Конкурсные прослушивания проходили 4 дня. В финал вышли 25 участников. Победители и лауреаты выступили на заключительном гала-концерте. Гран-при конкурсу достоилась солистка из Москвы Александра Пахомова. Для меня большая радость, большая неожиданность, что так мой труд, наш труд с моим концертмейстером Павлом Шестовым его оценили. И, честно говоря, было очень волнительно, поскольку конкурсанты все очень сильные, очень конкурентно способные. Художественным руководителем всероссийского конкурса является его основатель, главный дирижер Владимирского русского оркестра Анатолий Антонов. События проходят под патронажем Департамента культуры и областной филармонии. Члены жюри отмечают, что 10-й конкурс стал самым массовым. В Владимир приехали участники со всей России, а также Белоруссии, Латвии, Узбекистана, Китая и других стран. Я за всех рад, потому что конкурс – это отличное событие, которое встряхивает себя немного от обыденной жизни, заставляет поволноваться. И если ты получаешь премию, то заставляет себя как-то больше поверить, себя больше уважать. Уважаю себя, на сцене это уважение почувствуют и зрители. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на YouTube-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные события. Если вам нужна помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами не прощаюсь. Не пропустите итоговый выпуск новостей, который выйдет в эфир ровно в 19.00.